И в развитии темы в Чебоксарах состоялось открытие Центра по профилактике детских ДТП. С лабораторией безопасности познакомился и глава республики. Авария с участием детей – острая проблема нашей страны. В прошлом году в Чувашии произошло более 160 ДТП, где пострадали дети до 16 лет. Четверо погибли. Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения является приоритетным направлением в предстоящей масштабной работе. Сейчас порядка 60 субъектов уже обладают Центрами профилактики БДД. По сути, что это такое? Есть мобильная версия, которую мы сейчас с вами видим на заднем плане. Есть учреждения доп. образования, в зависимости от возможностей и желания региона, на котором есть стационарная возможность проходить обучение практически каждодневно. Для этого Центр оснастили специальным оборудованием и раздаточным материалом, включая рабочие тетради для закрепления теоретических знаний. Отличительной особенностью этого проекта является то, что он представляет из себя мобильную площадку – автогородок, лаборатория безопасности. Все сделано так, чтобы, например, женщины-педагоги, хрупкие женщины-педагоги, могли все поднять, перенести, разобрать, собрать достаточно быстро. Специализированный микроавтобус, укомплектованный всем необходимым оборудованием, представляет из себя макет типового автогородка с проезжей частью, светофорами, дорожными знаками, разметкой, остановками, велосипедами и другой атрибутикой. В будущем мы планируем выезжать в муниципалитеты нашей республики для проведения этих учебных занятий. За год мы хотим охватить более двух тысяч детей со всех районов и городов Чувашской республики. Первый выезд запланирован в июне в лагерь «Белые камни», расположен в Мариинско-Посадском районе. Обучение пройдут участники, профильные смены, юные инспекторы движения. Глава республики Олег Николаев отметил, что современные способы и демонстрация конкретных ситуаций на дороге позволят повысить качество обучения детей правилам безопасного поведения на дороге. Екатерина Шиверова, Бахтияр Велиев, Республика.